Я очень стеснялся, я же так это, ну как бы свой статус независимого человека держал, и поэтому я даже вслух не молился, но мне не удалось скрыть. Как только закончилась молитва, все смотрят на меня и говорят, что это вы смотрите. Да ты изменился, ты такой человек. Мама удивлялась, говорит, а чего это Слава с Галей там уже полтора часа делают в ванной вдвоем, и причем в темноте, без свет. Странно. Странно. А у нас там идет проявочный процесс, светная обратимая пленка, это длинный процесс. Человек не константный. Абсолютно. Абсолютно, да. Он может совершенно измениться, но то, что когда он оглянется и посмотрит на себя, каким он был, ему понравится то, что с ним Бог сделал. Я смотрю, церковь замечательная идет, и дьявол проиграл окончательно. Друзья, приветствуем вас в гостях в нового формата программы «Личное признание». И сегодня с нами поделится такими личными историями жизни старший пастор церкви, одной из ярких, атмосферных, молодежных церквей огромного города, прекрасного города Санкт-Петербург, которая так и называется «Церковь XXI века». С нами сегодня Вячеслав Макаров. Очень рада вас приветствовать у нас в гостях. И хочу сказать, что ваша церковь действительно вдохновляет, притягивает очень много людей, которые приходят и видят там любовь Бога, которые слышат там Слово Божие, которые ощущают и переживают там присутствие Божие. Я знаю, что это было вашим посвящением. Вы вместе с вашей супругой Галиной созидали эту церковь не как здание или какое-то помещение. Учреждение. Учреждение, да. Вы созидали ее из ваших сердец, из общения с молодыми людьми. И это как бы плод, один из плодов вашей жизни. Вот начиная наше общение, я хотела спросить вас, как вообще ваша жизнь с Богом началась? Что стало таким пусковым моментом, когда это произошло, что вы пережили в результате этой встречи? Может быть, вы были как раз верующие уже много поколений? Ну, прежде всего, конечно, я выражаю благодарность за это, что вы пригласили меня. Я рад быть в вашей студии. Виктория, замечательно с вами пообщаться. Я приветствую всех вас, кто смотрит или в записи, или в эфире. Я рад ответить на все эти ваши вопросы, потому что это для меня моя жизнь. Мне всегда нравится вспоминать эти эпизоды, потому что они меня ободряют в жизни. Потому что я вижу результаты таких правильных решений. И это очень вдохновляет на перспективу. Если на вопрос, как я пришел к Богу, как я с Ним встретился, я бы ответил так, что довольно сложный был путь. Я хоть и сын верующих родителей, но меня с детства как-то приучили, то есть не приучили, а как-то спровоцировали относиться отрицательно к церкви. Потому что меня приводили за руку, папа мой пел в хоре, я сидел за хором на скамейке в раздевалке, сверху шубы на голову давили. И вот мы с братом сидели, и такие злые были, что мы должны здесь сидеть, там что-то происходит, вообще там ничего не слышно, непонятно. В общем, какая-то была такая атмосфера, которую я настроила против церкви. И получилось, что я стал со временем атеистом, таким махровым атеистом. А еще раз подробнее о ваших родителях. То есть это была Евангельская церковь, да? Да, Евангельская церковь, церковь евангельских христиан, баптистов. Но раньше это было и баптистов, потом стал просто баптистов. Но это там у них свои внутренние дела. Но суть не в этом. Дух Святой работает и там. Но дело в том, что Дух Святой где-то там работал, а мы сидели под этими шубами. И там мы были в изоляции, такой был анклав другого мира в этой церкви. Так что это может быть даже не винарно. Альтернативная реальность у вас была. Ужас. Под шубами. Да. Ну, в общем, я как-то стал циником, таким негативистом, нигилистом. Да, и вот даже, ну, в общем, я не буду подробно, в подробности времени нет, не будем вдаваться. Короче говоря, покаялся я, когда меня просто верующие, ну, знакомые родители пригласили в Алма-Ату. Да, сейчас это Алма-Ата уже, да. Вот, это город такой, он несклоняемый теперь. Но это были прекрасные люди, замечательные. Они не были какими-то такими видными служителями, там, епископами, но очень искренними верующими. У них Господь жил в сердце. Я смотрел, только удивлялся. Надо же, вроде умные люди, а верующие, вот так удивительно, да. Как это у них сочетается, да. И в жизни успешные, думаю, что-то такое, как-то не складывается. Вот, ну, присматривался, присматривался. Ну, а потом, в результате этого, они водили меня как-нибудь епископом, там, у меня какие-то знаменитые проповедники Казахстана со мной работали. Но я всегда находил какие-то ответы, в общем-то, противоречил. Но однажды я с одним из сыновей... Вот этой парой, да, этих друзей? Да, это были друзья моего отца, и у них было много детей. И вот со старшим сыном я как-то сказал ему, слушай, говорю, никогда в горах не был. Вот, пойдем, значит, это как-нибудь, проведи меня так. Вот, ну, мы пошли вдвоем. Ну, там мы на автобусе до Катка Медеона доехали, а дальше уже пешком в горы пошли. Я вижу там эти белые вершины, да. Вот, говорю, дойдем до снега, я обратно, да. Просто я не понимал, что до снега там туда-сюда, туда-сюда, это до километров 150. Вот, кажется, все близко, там масса, трудно понять. Но, собственно говоря, красота, это была неописуемая. Конечно, это пейзажи горные, там где-то вдали дымка скрывает город Алмата. И все это так впечатляет. Я как-то такой был завороженный этими всеми пейзажами. Вот, ну, и когда мы уже шли-шли-шли к снегу, потом почувствовали, что солнце уже так к закату, как бы не замечевать тут в лесу, вот, в горах, и мы решили идти обратно. Но нужно было отдохнуть перед тем, как обратно повернуть. И я сел на краю обрыва, там метров 800 туда, ущелье, да, и на камушке сел. И вот там коровки такие маленькие пасутся где-то внизу, такие теньшаньские ели, такие тени от них, этого заходящего солнца. Просто неописуемая красота. И я смотрю, рассуждаю, никто мне не проповедовал. Просто вот как это созерцает творение Божие, я вдруг почувствовал. Я так даже себя так полбу стукнул, говорю, слава, для того, чтобы верить, что все это, вся эта красота, вот эти все горы, эти пейзажи, люди, да ладно, люди, вот букашка ползет по травинке, это же такой кибернетический механизм, кто его сделал, попробуй сделать такой, да, как это все, да, для того, чтобы верить, что это само собой произошло, нужно большую веру иметь. И вот это был тот самый, как это, горный хребет, с которым только в спуск начинается уже там, как это, встал, переломный момент, по сути. И уже дальше все понакатанное с нарастающей скоростью, да. Я очень быстро дошел до понятия, что Бог не только существует, но если он существует, значит, он меня создал, а значит, я как-то перед ним ответственный, как бы оправдываю ли я его старания, ожидания и так далее, что он, может, хочет от меня, да. В общем, это такая история, чем дальше в лес, тем больше дров, да. И в конце концов я пришел к покаянию, вот, и однажды, ну, я просто уже начал знакомиться с молодежью такой церковной, тогда это была совершенно отдельная группа от церкви, то есть в церкви все вместе, а как только за пределы церкви, там у них своя тусовка, свое собрание и все такое, да. Ну, были как домашние группы, но тогда домашние группы – это было целое собрание, вот. Ну, и, в общем, вот на одном из таких вот собраний, после собрания в церкви, я покаялся. Я покаялся, причем так это, я очень стеснялся, я же так это, ну, как бы твой статус независимого человека держал, и поэтому я даже вслух не молился, я так вот просто… Наблюдателем таким был, да? Нет, нет, я просто, нет, нет, я сам переживал прикосновения Божьи, да, и я внутри себя покаялся, но молча, да. Но мне не удалось скрыть, как только закончилась молитва, все смотрят на меня и говорят, что это вы смотрите? Да ты изменился, ты другой человек. Да? То есть это произошло? Это произошло, да, тогда, хотя ни слова не произнес вслух, но внутри произошли большие перемены, то есть я перед Богом как бы разобрался со своей жизнью, разобрался с Ним молча. Вот я знаю точно после этого, что Бог наши мысли считает, чувствует, необязательно даже произносить их вслух. Вот, и после этого я уже стал искать общение с верующими, в церковь стал ходить, и вот моя жизнь так вот изменилась. То есть, ну, и вот что вы пережили в результате, вот когда вы тогда помолились? То есть люди увидели преображение, а вы сами, как вы ощутили себя? Ну, я как бы, ну, во-первых, отвалились все мои вредные привычки. Уже вы их набрали к этому времени? Целый букет. Я же, когда я был студентом, учился, у меня там были студенты-друзья, там все эти... Гулянки? Гулянки, да, все эти пьянки. Даже был такой момент, когда я проснулся утром, и мне кажется, что у меня кожа пахнет этим ликером Ванна Таллин. Просто, я не знаю, бы изненавидел с тех пор этот ликер. И запах, да? Просто, да, ну, до такой степени, просто было бы совершенно неконтролируемая, без тормозов, жизнь такая студенческая. Но вот, слава богу, все изменилось. Спасибо за интересный рассказ такого, как бы, ухода. Попытаешься от Бога уйти куда-то далеко, и все равно, если ты открыт, если ты честен перед собой, если ты ищешь истину, если... А я ее не искал. Дело в том, что люди показали мне истину. Они не очень-то такие служители, они не очень проповедники, но вот этот вот самый человек, который меня пригласил, да? Туда в Казахстан. Да, 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 Виктор Кочкин. Мы его называем, когда он переехал в Ригу, мы его стали называть Папа Рижский, потому что у него было много детей, и он вообще такой человек, просто он папа для всех. И, знаете, на самом деле, он настолько верующий. Он смотрит, после того, как он водил меня к проповедникам, они так убедительно говорили, вот, а он на меня смотрит, я, говорит, не понимаю, я не понимаю, как ты можешь упираться? Ты же посмотри вокруг, везде Бог. Там же он просто такой человек, вот просто видно, что он даже он как бы... Для него это неоспоримо, очевидно, и даже удивительно, что кто-то может это в упорне замечать. Да, вот вроде даже без слов, но он всем своим видом показывает, слушайте, ну Бог, вот, 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 ну как это можно? Он его переживал все время, да? Да, 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 да. Вот такой верующий человек. Он не то, что какой-то догматикник, такой вот профессор, какой-то все знает, а вот именно он просто знаком с Богом лично. Ну, то как вот какую-нибудь аборигену показать телевизор современный, да? А он рассказывает своим ненаплеменникам, там, что вот он видел, там, когда те футболисты бегают мячиком, а где они там прячутся в этом телевизоре, и как это возможно вообще? То есть они не поймут, как мне объяснять, пока не увидишь, не поймешь. И вас пригласили как раз туда, туда, к футболистам, в Казахстан, и вы пережили вот этот драйв. Они были как бы спусковым крючком, да? Просто я стал задумываться. Раньше у меня была такая жесткая позиция, да? Мне это обнушили в школе, в институте. И вообще, там у нас даже был курс марксистско-ленинской философии, да? Ну, и там все, и атеизм – это, ну, как бы, все науки не научные, а атеизм научный, да? Ну, конечно, надо верить. Кстати, очень часто у нас проблемы именно с нашим бэкграундом, с нашим воспитанием, да, образованием. Да, это очень большое влияние имеет именно еще по тому, что он не переосмысляется. Ну, слава Богу, вот именно вот эта убежденность, именно вот эта жизнь христианская, такая посвященная, совершенно преобразованная жизнь, она как раз повлияла. Сколько это времени заняло, когда вы приехали туда, в Казахстан? Ну, это были летние каникулы. Я закончил второй курс института и поехал. Он приглашал меня, но я, ну, в общем, там длинная история. На самом деле пригласил меня его друг, который после него приезжал к нам, ну, и там девочка с ними была, и она как-то вот, там родители сами по себе, мы с ней общались, и она пригласила меня, говорит, приезжай, говорит, на каникулы к нам, да? Ну, мы приехали, вот, у них 13 детей, такой огромный дом, просто там в муравейник, человейник. А потом, а этот вот самый друг-то, папин, он просто такой, он был достаточно состоятельный, и он регулярно вот так вот загружал машину такими вот брикетами масла, там бидоны, 40-литровые бидоны с медом, и вот, значит, и разъезжает по городу, и развозит верующим, многодетным, вот это, и наливает, отрезает эти куски масла, вот такой человек. Это была благотворительность, да? Ну, да, это его было просто, как бы, его, ну, такое чувство ответственности перед Богом за то, чтобы люди не чувствовали себя как-то дискомфортно, чтобы, ну, не было неравномерности, как апостол упал, говорит. Спасибо большое, ну, это интересно, как бы, вот эти картины жизни верующих людей в Советском Союзе. Я просто рассказывал о том, что меня подтолкнуло, что меня столкнуло с моей позицией. Да, что была одна картина, а жизнь, она показывает немножко другое. Я задумался, получилось так, что я без всякой посторонней помощи сам пришел к выводам о том, что Бог есть, и больше того, Он к нам неравнодушен. Вот это действительно, я считаю, чудо Божье. Это Дух Святой просто, Он меня почему-то захотел спасти. Расскажите, пожалуйста, как вы вот сейчас и думаете, оглядываясь назад, как вы вообще встретили Галину, как вы поняли, что она ваша, ваша жена, будущее, и вот какие уроки жизни, как построение счастливой семьи вы можете вот рассказать сейчас? Ну, вообще-то, я как бы, когда я покаялся и стал вести христианскую жизнь, меня все время тянуло что-то делать в церкви. Я не мог быть как бы просто, ну, пользователем христианства. Мне казалось, что я призван что-то делать. Ну, и я, почему-то, по возможности искал такую вот, такую судьбу служителя. Ну, в рамках, да это же советские времена были, прибрежнее все это было, да. Вот, оно, я не знаю, может быть, интуитивно, но я искал спутницу жизни, такую же, как я примерно, да. С таким же взглядом, похоже. Да, да, да. Мы с Галей уже были знакомы, она приехала с Украины, и мы уже были знакомы, так, наверное, где-то около года. Мы там в общую тусовку молодежную ходили. Ну, так, ходили, так. Ну, в общем-то, там много хороших людей, да, и девочек хороших много. Вот, а тут был как-то момент такой, сидели мы, вот так, кругом, человек 20 в комнате, и сидели там, ну, там, молились, пели песни, да, вот так вот. Ну, было общение, да. И я вот взял гитару, там, вот, играл на гитаре, и мы все вместе пели, да. Вот. Но как-то получилось, что я в центре, что ли, или как. Короче говоря, я так это пою, все поют, все такие вдохновенные, да. И вдруг я так это, мельком так раз, смотрю, на меня такие блюдца смотрят, такие восторженные, вот, и я тоже так это, я чувствовал, что, да, во-первых, я почувствовал родственную душу, да. Но я знал уже ее немножко, да, и характер мне ее нравился, и его, ну, как-то взгляды, ее желания, стремления, да. И вдруг вот эта искра проскочила. Ну, и после этого как-то, мы не то чтобы там стали встречаться, а как-то вот совершенно естественно, и как-то неожиданно, может быть, иногда, как-то мы оказывались вместе, все время в одной компании, и как-то так, ну, шли там раздвигать мосты однажды, белые ночи были, да. Вот, ну, и вот смотрим, значит, что-то такой народ как-то пошел вперед, а мы как-то почему-то отстали, чего-то мы отстали, не знаю, мы вдвоем идем, разговариваем. Вдруг меня вот потянуло сказать ей такую, казалось бы, глупость, что говорят, Галочка, мне так кажется, что ты могла бы быть не только хорошей подругой, но и женой хорошей. Она, конечно, там обомлела, там сказать, но, честно говоря, я почувствовал, что она ожидала. Не удивилась, не изумилась и не возбудила. И не огорчилась. И с этого момента у нас начали развиваться отношения. Но и мы еще более плотно стали сотрудничать вместе. Вот это не то, чтобы мы оставили все в себе свои романтические чувства. Да, углубились, утонули. Нет, на самом деле мы, наоборот, больше стали как-то стараться для церкви. Во-первых, я стал открыт для нее. Я понял, я почувствовал доверие к ней. И я ей рассказал, чем мы занимаемся. А мы тогда с друзьями даже занимались. Мы создали подпольную, на наших кровоквартирах создали такую рассредоточенную кинокопировальную фабрику. Потому что нам попали в руки христианские фильмы с кинопроектором. 16-миллиметровые, вот это на кинопленке, да, со звуком. Фильмы христианские, значит, это научный христианский институт МОДИ. Вот эти научно-популярные фильмы «Евангелие через науку». И там различные фильмы типа «Авраам», «Моисей», библейские экранизации американские. И мы просто подумали, что если мы начнем просто показывать эти фильмы, ну, в конце концов, у нас их отнимут. Да, придут эти КГБшники, отнимут, и все кончится хорошо, если мы там... Ну, это, ладно, это уже второй вопрос. Но просто лишимся этих фильмов, да. И мы решили, что лучше бы хотя бы копию сделать. Но когда копию сделали, мы поняли, что эту копию можно отдать кому-то, там, в Сибирь отправить, на Украину отправить. Ну, и сейчас говорят в Украину, да. И все завертелось. Да, и эта мысль пришла, и там уже все. Мы нашли какого-то токаря, который нам вот эти всякие детальки для провальной машины делал. И, в общем, собирали все это. Там со звуком была проблема. Сначала мы просто контактным способом на 16-миллиметровую пленку копировали. Но это проекторы, это пленки, эти блины вот такие вот с кинофильмами. Это очень громоздко и очень заметно. Ну, а мы решили потом перейти на формат Супер-8, любительское кино, да. Но оно немое, да. Значит, пришлось думать, что делать со звуком. Мы тогда ничего лучше не придумали, как соскабливать напротив перфорации с другой стороны кадра, соскабливать лак и разрезать магнитофонную пленку, триоцитатную, на 6 полосок по миллиметру каждая, да. Наклеивать эту полоску вот на место бывшего лака. Это сколько метров вообще вам приходилось всего этого клеить? Ну, это специальную машину сделали для этого. Чтобы резать пленку вот эту, да. Наматывать на специальные катушечки, миллиметровую шириной пленочку. Вот, сделали, значит, лентопротяжный механизм к этому любительскому ленимому проектору, да. То есть, там, чтобы звук считать, да. И головкой и записывали, и она же воспроизводила, да. Вот, и таким образом вот сделали звуковой кино. Самодельные усилители сделали, да. А мы учились, вы так профессионально об этом говорите, да? Ну, я же радиоинженер по образованию. Радиоинженер, да. Поэтому сделали подпольную фабрику. И, в общем, получилось так, что довольно-таки это поставили на серьезную основу. И со всей страны приезжали к нам, забирали эти фильмы. И сколько, интересно, вы так вот церквей, служениям помогли? Ну, у меня... Есть у вас какая-то статистика? Как-то в свое время, когда мы это... Потом же появились видеомагнитофоны, да. Они, правда, стоили... Столько же, сколько машина стоила, да. Но, когда это появилось, мы уже начали, как бы... Сначала мы перешли на формат магнитофон с синхронизацией, да. Ну, а потом вообще, когда видеомагнитофоны... Можно было на видеомагнитофоне это распространять. Просто отпала необходимость. В свое время я даже думал музей сделать из этого всего оборудования. Ну, это так интересно, действительно. Ну, да, интересно. Оно сохранилось до сих пор? Не-не-не, все выброшено. Ну, так, я потом подумал, на чего это вот, это, нафталин этот хоронить? Жизнь идет вперед. И сколько лет вы, получается, так занимались? Вот юноши, получается, вы еще, наверное, были студентом? Я-то про Галю говорил, да? Она в это дело втянулась. И вот этим всем мы занимались, и мы понимали, что мы где-то ходим по лезвию ножа, потому что тогда даже Библия была какой-то криминальной книгой наподобие Солженицына, да? Вот. Ну, и, в общем-то, я, когда мы стали уже более серьезно думать с Галиной, я ей прямо так сказал, что, а как вот ты отнесешься к тому, если вдруг меня посадят? Ну, как, что ты будешь делать, да? А она сказала, что, буду ждать. Ну, это было серьезно на самом деле. Законы были такие, что и эти органы были очень серьезные, да? И можно было... Тогда же были еще отделенная церковь была, а там они сидели, действительно, Махавистский сидел сколько лет, да? И вообще, так сказать, это была распространенная практика, у них были свои типографии, да, подпольные. И, конечно, их ловили, их... Они собирались в лесах, в загородных домах, и их там штрафовали, арестовывали, да? Ну, и вообще-то люди страдали. И, в общем-то, мы знали, что это все эти не шуточки, да. Вот. Ну, и тем не менее, вот так вот. И поэтому я, как честный человек, должен был предупредить ее, и она так и с радостью. И даже, знаешь, такая... С боевым задором. Да, да, да. И я понял, что она может быть сотрудницей в этом деле. Вот. И мы так постепенно начали ее посвящать, и рассказали ей про эти все дела, да. Ну, а когда мы поженились уже, там мама удивлялась, говорит, а чего это Слава с Галей? Там уже полтора часа делают в ванной вдвоем, и причем в темноте. Без света. Странно. Да, странно как-то. А у нас там идет проявочный процесс, и цветная обратимая пленка – это длинный процесс, пять реактивов там, это, ну, и причем в пятилитровых банках, это из-под помидоров этих болгарских, да. Потому что мы не будем же в этом бачке любительском проявлять, мы себе сделали такой бачок на семь пленок сразу. Ну, и, соответственно, пятилитровая банка и раствор, и хоть, да, целая батарея. Ну, вот просто… У заката у вас была. Заготовок на зиму. Да, да, да. Удивительно. Ну, вот, и она была моей сотрудницей, и по жизни всегда она была моей сотрудницей. И когда началась церковь, первая церковь, которую мы открывали в перестроечные времена, это был Дом Евангелия, вот, это мы собрали в учредительный состав, вот, и открыли церковь на Боровой, да, вот, Дом Евангелия, да. Мы там вот участвовали все, и Виктор Авдеев, и мы с Галей, там очень, там было 20 человек нас, да, вот, и Сергей Иванович Николаев, да, вот, там был, вот, мы его там пастором избрали. И таким вот образом мы везде с ней параллельно были, служили и в этой церкви, и дальше, и дальше. И вот, когда мы, значит, оказались в такой ситуации, когда мы баптисты, ну, как пережили крещение Святым Духом, можно об этом говорить? Да, конечно. Ну, это даже интересно, как это так вы баптисты, и вдруг пережили крещение Святым Духом. Да. А дело в том, что мы познакомились с одними очень интересными людьми, вот, просто оказались совершенно без всякой помощи двое иностранок, да, Дорис Отт и Агнета Расмер. Вот, значит, они приехали из Германии, Дорис – американка, а Агнета – шведка. И вот они приехали со своей миссией, они, значит, Дорис – это президент европейского отделения АГЛО, вот этой всемирной организации женской, да, и вот они приехали в Россию, довольно холодное время, зима, они там на Московском вокзале, или на ком-то, я же не помню. Это какие годы еще? Советский Союз не сломался. Это как раз на годы перестройки, когда к нам стал ездить Карл Гоустав, потом Ульф Экман. То есть это же 90-е, ранние 90-е. Это вот они в Галчину, когда стали приезжать, да, вот это еще до рождения, вот их движение здесь в России. И в эти же самые времена мы познакомились с этими двумя женщинами, но нас, конечно, сильно впечатлило то, что они, ну, просто настолько духовные, да, что у них как бы постоянный контакт с Богом, у них видение от Бога. То есть мы собрались, там, у нас было человек 11, их двое, и они никого не знают, но они о каждом знают. Они прямо вот по часовой стрелке начали говорить с каждым человеком, просто рассказывают то, что с этим человеком происходит, то есть вот все актуальные болевые точки их жизни, и просто говорят пророческое слово, а мы такие обалделы совершенно, ничего не понимая, как это возможно, такие чудеса, и мы очень заинтересовались. И они вот как раз оказались пятьдесятницами, нам это стало очень интересно, мы стали углубляться в это, стали знакомиться с такими людьми. Ну и, в общем, кончилось это тем, что... Они за вас помолились? Нет, нет, нет. А как это было? С ними это отдельная история, они только приезжали к нам. То есть они внесли такую свежую струю как раз мульти-деноминационности, более глубокого такого общения с Богом. Да, да. Получается. Вот. То есть они как бы нам показали, ничего не говоря, они как бы нам показали, что у нас в Библии некоторые страницы склеены, да. Но мы их расклеили и увидели там дополнительные возможности, потому что вот такое общение с Богом, оно оказывается дает как бы определенные преимущества, да. Когда ты можешь духом, не только словами или умом молиться, но и духом, и получать откровения. Да, здорово. И вы стали этого искать, стали об этом ревновать, и это произошло. Да, и в конце концов на одном из таких вот собраний, правда, это было не собрание в церкви, а собрание на дому, тоже на довольно многом народу было. И вот на этом собрании сначала Галя, она пережила крещение Духом Святым, да, и заговорила на иных языках. А потом она, я смотрю, что такая какая-то измененная, мне так нравилось, как это... Она смотрит, она боялась мне признаться, потому что, ну как, мы баптисты, у нас вообще все связи в баптистском мире, да, а там часто такой антагонизм бывает, встречается со всеми такими иноверцами, да. Вот, ну и поэтому она переживала, как я среагирую, вот, ну а я говорю, так я хочу тоже туда, туда, вот. Ну и в общем-то я тоже туда попал, вот в такое общение, и то же самое произошло со мной, вот. Ну вот и с тех пор мы вот... Мы в то время уже открыли новую церковь на Звездной, значит, мы арендовали там в общежитии, не в общежитии, а в ПТУ номер 7, да, арендовали зал, и там, в общем-то, собрание, у нас уже было как-то человек 70 церковь тогда, вот, баптистское. И вдруг вот такое, да. Ну вот тогда мы познакомились с бакманами финнами, да, вот, Мац и Глория. Она тогда еще Евой была. Ну да, она потом сменила имя, ей не нравилось, что она Ева. Были баптистами, стали пятидесятниками. То есть, и Лиз Баксон, и была еще Евой стала. Да, она была наркоманкой, она на всю Швецию, на всю Финляндию известный человек. Вот, она сидела в Бангкок-Хилтон, да, ей вместо казни, значит, назначили 13 лет лишения свободы, да. Вот она тому покаялась, и настолько ей жизнь изменилась, вообще, действие, деятельность в тюрьме настолько изменилась. Вот это я имел в виду Бангкок-Хилтон, это не отель, а это тюрьма, там, вот, так называлась. А я сижу, думаю, что ее под домашний арест посадили, в таком хорошем нет, ничего себе. Нет, 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 это просто такое жаргонное название этой тюрьмы в Бангкоке. Ее туда посадили, это ужасное место, совершенно ужасное. Вот, просто даже еще был фильм такой, Бангкок-Хилтон так и назывался, да. Именно они или в целом? Нет, 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 фильм о другом, я не знаю насчет сюжета этого фильма, я давно смотрел, уже не помню, но суть в том, что она там настолько изменилась, она стала ухаживать за заключенными, которые просто там умирали от неоказания медицинской помощи и всякой такой. В общем, администрация стала ходатайствовать о пересмотре дела, и ей 13 лет сократили до трех. Вот, она вышла и приехала в Финляндию, там в аэропорту встречали куча журналистов, уже она не ожидала, конечно. Ну вот, и получилось так, что ее там вот, когда встретили, она стала как бы вдруг такой медийной персоной, как бы такой publicity вдруг неожиданной, ну и в общем-то был, конечно, грех не использовать это, и она открыла благотворительную организацию, собирала там вот эту всякую гуманитарную помощь, и в частности одежду и обувь там люди там поносили немножко, на хорошее, почти новое, и вот они там занимались этим, и решили России помогать, тут как раз 90-е годы, в России тут просто нищета, вот, и они ко мне, кстати говоря, вот эти немки нас и познакомили, да, вот, в Гатчине, когда туда приезжал Карл Густав в Сибирину, вот, и там мы познакомились, и нас пригласили, ну, через год примерно, вот, Мац попросил, не можешь ли ты помочь нам раздавать гуманитарную помощь тут, ну, я помог, ну, у меня просто идея такая возникла, простая, что во всех школах есть списки малообеспеченных, да, да, им молоко дают и так далее, и вот по этим спискам и раздавать гуманитарную помощь. Ему эта идея понравилась, мы попробовали, оно как пошло, вот, и мы занимались этим довольно долгое время, все 90-е годы, 10 лет мы в этой теме были, создали организацию, как называется, Путь жизни, вот, я-то имел, он имел в виду Дорога жизни, да, вот, которая, которая, как бы через Ладогу была, да, во время блокады, а я почему-то вот решил, что, ну, надо какую-то духовную все-таки основу дать, этот путь жизни, уже как бы на христианство немножко направляет мысли, ну, вот, и назвали Путь жизни, и вот эта организация успешно проработала вообще все времена вот 90-х годов, пока у нас были тут проблемы. Я хочу сказать о чем, что Галя, она была моей сотрудницей во всех делах, это очень великое приобретение, да, это просто, настолько она скрепляет любовь, вот, чтобы все понимали, что когда есть единство не только в физическом отношении или в душевном, когда нам нравится, так сказать, общаться, но когда еще и в духовном отношении, мы единомышленники, у нас общие мечты и цели, да, это супер, это, мы 42 года прожили вместе, вот, да и у вас четверо детей, четверо детей, да, вот, ну, они все замечательные, талантливые, слава Богу, как раз одна из ваших дочерей вышла замуж за Дмитрия Шлитгаура, да, да, старшая, старшая Таня, и у нее тоже уже трое детей, да, у них теперь трое детей, Дмитрий стал тоже сейчас одним из пасторов и церкви, да, первый мой помощник, вообще, так сказать, фактически преемник, мне годиков-то уже много, да, вот, кстати, мой совет вам, не стареете никогда, будем стараться, отменим, отменим, и тупо, расскажите, пожалуйста, о том, как действительно, вот, ваш этот путь жизни, ваше служение, оно переросло, вот, в созидании церкви, церкви 21 века, пожалуй, да, я об этом как-то не думал, но действительно, посодействовало, дело в том, что у нас был свой транспортный цех, мы ездили в Финляндию, возили эту гуманитарную помощь, и, соответственно, я мог вывести всех своих друзей, там, кого можно, в Финляндию, это не было проблемой, да, вот, ну и, в общем-то, я как-то, когда меня один из моих друзей, с которым я сотрудничал по поводу гуманитарной помощи, в городе Йонс, он живет, он вдруг позвонил, говорит, к нам приезжает пастор Колин Дай из Лондона, вот, и с нами будет Калевый Лехтанин, известный в России, да, евангелист финский, вот, и будет на стадионе, там, на ипподроме, там, у них, значит, они организовывают собрание на неделю, каждый день с утра до вечера, да, и он, говорит, приезжай, говорит, будет здорово, я говорю, да, да, здорово, я перееду, говорит, только друзей с собой возьми, я говорю, а сколько можно взять, 5-10, он говорит, ну, до 50, ну, ладно, ночью я взял 30 друзей из разных церквей, неверующих тоже, кто захотел, вот, и нанял автобус на неделю, и, ну, это все благотворяли организации, потому что она позволяла, на благотворительной организации, она может себе такое позволить, да, то есть статус и устав позволяет, да, и вот я нанял автобус, и мы туда поехали, он нам там организовал жилье в университете, в каком-то госпитале нашел, там матрасы, белье постельное, все это там в аудиториях расстелили, он став университетской столовки вызвал, да, то есть, как бы они нас обслуживали, питание было трех раз, все нормально было, и вот мы там вот, так вот, были на этой конференции, и вот вы знаете, такое там произошло, однажды, в один из дней, между собраниями, вот как раз проповедовал, я не помню кто, Калеве Лектине, наверное, и вот, значит, перерыв на обед, и после будет проповедовать, колендай, вот этот из Лондона, да, и вот мы пошли пообедать, ну и нам так весело, у нас компания, мы идем так, это хи-хи-ха-ха, там кто-то шутит, и все такое, так весело, здорово, и вдруг, вот во время этого нашего возвращения, значит, на место конференции, на этот ипподром, вдруг, я внутри себя услышал голос, ты должен открыть церковь, это, это был Божий голос, я же знаю, как мои мы собственные мысли, так они бывают иногда, так приходят какие-то идейки, да, а тут вдруг настолько ясно, и настолько неожиданно, для меня это было просто шок, вот, я говорю, как это, я понял, что я разговариваю с Богом, да, ну, не какие-то глюки, да, там, звуковые, а именно вот внутри, я понял, что со мной разговаривает Бог, я говорю, как это, я не тот человек, то есть, как бы, ну, как Моисей, говорит, то есть, не того выбрал, вот, а он упирается, ты должен создать церковь, ну, и что, я вспомнил про Гедеона, и ничего лучше не придумал, говорю, хорошо, я согласен, если ты докажешь, что это ты, да, значит, так, мое условие, вот сейчас мы приедем, да, придем на стадион, будет проповедовать Колин Дай, у него есть, значит, его директор миссии, как его, директор миссии, я прямо во время проповеди встану, и по центральному ряду пройду к платформе, естественно, ко мне эти ашеры подбегут со всех сторон, такого нужно, как контролировать, вот, ну, и поддела ручки выведут, если этого не случится, то я скажу им, я хочу поговорить с Филом Вайтхадом, я вспомнил имя, Фил Вайтхад, это руководитель миссии его церкви, Хулина Дай, ну, и я скажу, что мне нужна аудиенция с ним, прямо сейчас, во время проповеди, прервать, нет, просто заявить, а я с этим человеком хочу побеседовать, английский мой никакой, а это носитель языка, это просто безумие, вот, и, что я там пойму, и у меня было 20 вопросов, почему я не могу быть пастором в церкви, если, говорю, он мне убедительно ответит на все вопросы, и я с ним соглашусь, то я пойму, что это ты, и все в точности так произошло, вау, все сошлось, после этого я понял, что мне деваться некуда, потому что дальше уже будет прямое, так сказать, не послушание, не по курсу, поэтому я Гале сказал, она такая, да, для нее это переворот жизни, она не присутствовала тогда, да, вот с вами в этой поездке, она со мной шла тогда, но я ей ничего не сказал, я когда убедился, что Бог, я все рассказал тогда ей, или я сказал ей, что Бог меня зовет церковь открывать, ну, это уже была не первая церковь, в которой мы участвовали, вот, это уже была третья, то есть сначала это был Дом Евангелия, потом вот на Звездная церковь, а это уже третья получается, и вот Галя, конечно, такая немножко была в шоке, но она сказала, если это действительно тебе Бог сказал, то я с тобой, я говорю, да, это Бог сказал, я убедился, ну, вот так вот, и она как вписалась, а тогда же это все, эта гуманитарная помощь-то продолжалась, и были даже такие моменты, когда я проповедовал, да, возвращаюсь домой, быстро собираю чемодан, ночью подъезжает, значит, к моему дому Шаланда, это, ну, грузовик, да, вот, и я сажусь со своим чемоданчиком к нему, и мы поехали в Финляндию, да, это уже было после того, как таможенные правила стали усложняться, и в общем-то стало невыгодно ездить на 9-тонном грузовике, который у меня был, но тогда мы стали нанимать, я продал этот грузовик, и мы начали нанимать эти вот огромные 80-кубовые эти фуры, да, ну, и в общем-то садимся и едем, там неделю, ну, это здоровый такой ящик, наполнить его непросто, и вот пока мы его до верху не забьем, мы там, по Финляндии ездим, по разным городам, и когда это наконец мы возвращаемся, а тут очередь на таможне, и я чувствую, что я уже не успеваю на собрание, да, вот, ну, и в общем-то, ну, как я предупреждал Галю о том, что такое может быть, и вот, значит, там пока на таможенный склад, пока там таможня, и я не успеваю на собрание, и прибегаю уже, там собрание началось, думаю, все, сейчас нужно проповедовать сейчас выходить, я только успел зубы почистить дома, и вот как-то еще немножко протереть глаза, ну, ночью не спали, да, но все равно надо проповедовать, подхожу, а там уже проповедь идет, Галя проповедует, вот такая спутница. И люди слушают, слушают. Нет, я слушаю, я не стал заходить, я не очень так приоткрыл дверь, и подсматриваю, вот, а она проповедует так классно, а она такая зажигательная, она еще эмоциональная, по-женски, она там немножко по-женски проповедует, да, больше эмоций, чем там логики, да, но это настолько просто захватывающе, совершенно то самое слово. В общем, короче говоря, здорово, и это такая помощница, такая сотрудница, то есть мы вот из-за этого были довольно-таки счастливы в жизни, это был настолько важный момент, это класс жизни. И эта любовь стала тоже таким основанием новой церкви. Я была на дне памяти, как раз, когда Галина ушла на небеса, и просто во мне тоже так запечатлились эти рассказы людей, которые просто пережили возрождение, пережили новую надежду, исцеление. И в первую очередь, это было, конечно, в общении у вас дома. Вот то тепло, которым делилась Галина, воодушевление, вера, как она верила в людей, в этих ребят, часть из них с совершенно разрушенными судьбами. И это всё стало настоящим таким вот очагом, настоящим огнём, которое согрело множество людей и которое стало неотъемлемой частью церкви, основой церкви. Это так здорово. И какой вы видите вашу церковь вот сейчас, спустя почти 20 лет? Я бы сказал так, что когда Бог призвал, я даже не понял, почему. Думаю, что тебе надо, Господь, столько церквей. Мне уже годиков много. Ну, тогда мне было около 40, наверное. Ну, 40 плюс. А молодые парни открывают церкви, у них, вроде, у них, у молодых парней бабушки в платочках сидят в зале. Я думаю, зачем я нужен вообще? Что ты хочешь? Но что-то Бог видел. Я знал, что Он что-то видел, какая-то ниша не заполнена. То есть, ну, церковь, каждая церковь занимает свою нишу, у каждой церкви свое лицо, да? Где наше лицо, я так и сразу не понял. Вот. Но со временем я понял. Это вот именно такое отношение, как вот у апостола Павла встроить взаимоскрепляющие связи, которые создают вот эту вот семейную атмосферу, атмосферу причастности друг к другу. И когда мы все чувствуем такое комфортное общение, то есть, иначе говоря, тренировочный лагерь для жизни в Старстве Божьем, да? Когда для Бога неважно, что мы делаем. Он поручает нам. Конечно, Он с удовольствием наблюдает, как мы стараемся. Но Он же может сделать, что и камни его запьют, если мы замолчим. Но Он нас любит за другое. Он видит наши сердца, посвященные, да? Если мы делаем с правильным чувством, то Он это принимает. Если мы как бы по каким-то корыстным соображениям или каким-то полюбопрению или тщеславию, да, занимаемся Его делами, то это Его не устраивает. То есть, для Него отношение, взаимоотношение, отношение к делу, отношение к Нему гораздо важнее всех наших подвигов и дел, которые мы делаем для Него. Вот это, видимо, где-то вот что-то в нас было с Галей, да? И это, наверное, Богу понравилось. И захотел Он создать церковь, которая именно вот в этом направлении будет двигаться. Ну, вот я так понял потом, что вот это наше лицо и есть. Но я бы сказала еще тоже все-таки огромный плюс, действительно, что Вы делали упор и фокус на молодежь. Нет. Нет? Это получилось само собой. Вот я всегда удивлялся. Потому что четверо детей? Нет? Нет. Ну, может быть, да. Может быть, да. Но первоначально, то все-таки, ну, подожди, подождите, это же, Виктория, мы пастора. Пастора определяют лицо церкви. А молодежь, она просто в фарватере, да, движется. Ну, и получилось так, что молодежи комфортно было в этом фарватере, да? Ну, да. И мы удивились, как это так? У этих молодых парней бабушки в платочках сидят, а мы, вот, у нас молодежи, так это были такие моменты, когда набивается автопати после евангелизации в парке, набиваются, значит, всякие разные там и готы, вот, и фанки, и кого там только нет, эти металлисты с этими шипами, со всякими, вот, и смотришь, что им надо вообще? Даже было такое... Ну, вы же были неформальные в этом смысле, вы, вот, выходили на улицу. Я так понял, что секрет был в том, что мы принимали всех, потому что в каждом человеке мы видели, что они где-то куда-то зашли не туда, может быть, да, они, может быть, себя воспринимают как часть этого сообщества, но Бог их видит другими, и Он хочет их пригласить, значит, Он что-то в них видит, видит возможность, видит потенциал, и они оказываются способны, и многие из них оказываются способны к изменению, к преобразованию, это просто другие люди. Я в свое время на себе убедился, когда я попал в аварию, да, где три машины столкнулись, просто вот, ну, мне не уступила какая-то Ауди со второстепенной дороги, и я так еще думал, что я приторможу, он проедет, а он врезался во встречную мою, ну, на встречу мне ехала БМВ, и он в нее врезался и встал вот так вот, ну, в общем, получилось так, что мы втроем в одной аварии, да, вот, ну, и в общем-то я так это еле вышел, мне-то заклинило дверь, я вышел, подошел к его машине, к этой Ауди, дергаю дверь, у него тоже дверь заклинило, я немножко оттоприл, и так говорю, и стоило так торопиться, и тут я увидел, из БМВ выходит парень, и такой, это машет кулаками, и мат такой десятиэтажный на всю округу, вот, и я посмотрел на него, и я же такой был, то есть, вот в этой стрессовой ситуации я увидел, что у меня другая реакция совсем, то есть, я изменился, так вот меня Бог изменил, и вот я с этих времен понял, что Бог мой может изменить любого, человек не константа, абсолютно, абсолютно, да, он может совершенно измениться, но то, что когда он оглянется и посмотрит на себя, каким он был, ему понравится то, что с ним Бог сделал, да, и это правда, и это происходит, и один из таких сумасшедших молодых людей, Виктор Лавриненко, тоже один из собастров вашей церкви, это целая история, как это все, я не знаю, рассказывал он мне или нет в вашем канале об этом, но это отдельная история, когда он вдруг позвонил, и говорит, ваша дочка мне задолжала, она в это время в Риге жила, говорит, она мне задолжала, там, по-моему, 600 долларов, что ли, вот, не могли бы вы мне их отдать, и я настолько был возмущен, как это возможно, как он посмел, как он осмелился мне позвонить, я считал, что все проблемы моей дочери были именно с ним связаны, именно с тем, что у них были какие-то отношения, из-за которых она задолжала, что-то вам внутри меня сказала, не торопись, поговори с ним, я с ним поговорил, понимаешь, говорю, у меня нет таких денег, чтобы тебе сейчас взять и вынуть и отдать, но, в принципе, я согласен отдать тебе постепенно, частями, вот, ну, и стали мы встречаться с ним, и я ему потихонечку отдавал, там, по 100 долларов, да, и пока я отдавал, он приезжает за деньгами, ему нужно получить деньги, а я пользуюсь этим, сажаю его в свою машину и проповедь где-то минут на 40, кончилось тем, что он заинтересовался и захотел с нашими ребятами, с молодежью, с нашей познакомиться, ну, и когда он познакомился, ему так понравилось, мы так, опять же, когда мы его пригласили, мы не стали его там, как учить, уму-разуму, форматировать сразу, да, а мы знали, что он хорошо на гитаре играет, песни пишет, вот я говорю, сфоёшь нам что-нибудь, он начал нам петь, кепка на бок, сигаретка, хулиганы высшие классы, в общем-то, вот так и свои песни, да, а сейчас новые песни придумала жизнь, он довольно известный, христианский композитор. у него есть удивительный дар, знаете, говорят, вот невозможно, как бы трудно снимать фильмы о хорошем, нужна какая-то драма, какой-то излом, какой-то трагедия, есть вот блюзы, там всё такое заунывное, должно быть жалобы, какие-то на жизнь, а Виктор поёт классные песни о счастье, это просто удивительно. Ну да, это то... Слишком много блюзы и басанова может повеситься, да? Да, да, да. И вот таких настоящих живых людей Бог привлёк через ваши жизни в церковь, и эта церковь живёт, развивается. Да, и это ещё раз меня убеждает, что Бог может преобразовать любого человека. Важно, чтобы он увидел потенциал, да, чтобы он увидел где-то там в глубине его души, сердца свой образ, да, если там оно есть, то он может преобразовать совершенно в жизни человека, как Виктор. Он часто о себе свидетельствует, что он давно бы уже умер бы в какой-нибудь канаве от какой-нибудь передоза, да, но Бог его однажды вытащил, и он часто вспоминает в проповеди с благодарностью вот эту историю. Спасибо большое, Вячеслав. Спасибо за свидетельство жизни, за вдохновляющий пример того, как посвящение Богу, решение идти с Ним, труд с Ним постепенно созидают путь, который расширяется и светлеет всё больше и больше. Спасибо за эту радость. Ну, напоследок, я только хочу сказать, что сейчас я по жизни удовлетворён, потому что я вижу, что вот как слова Христа, они исполняются. Дьявол хотел, чтобы я вас сеял, так как пшеница, да, но он, но я хотел, чтобы вы были избавлены, сохранены от зла, да, и ещё, что дьявол мечтал, поражу пастора и рассеются вовсе, но глядя на то, что получилось в результате, да, я вот считал, что я какой там я пастор, да, но тем не менее получилось так, что сейчас, даже если в моё отсутствие, вот я сейчас немножко из-за пандемии, из-за коронавируса, вот я болел тут, я отсутствовал какое-то длительное время, я смотрю, церковь замечательно идёт, и дьявол проиграл окончательно. Слава Богу, это точно. Спасибо большое, Вячеслав, благословений вам, радости, наслаждаться, видя, как действительно плоды вашего труда, как люди, ваши духовные дети возрастают, расцветают, и действительно продолжают молиться, наставлять в любви, в отеческой мудрости тех, кого Господь привёл под ваше руководство, под ваше крыло. Будьте благословенны. Спасибо большое. Благословений вам всем. Субтитры подогнал «Симон»!